У них как будто бы сейчас по инерции они очень круто катятся по своим соперникам и Shopify их не остановит. Клубы вы можете приходить и использовать промокод который появляется время от времени в чате и использовать его при регистрации забирать также фрибет. ЦК это не новый персонаж для Артизи, а в целом ведь Артизи чем прославился? Огромным пулом на этом турнире 17 героев использовал он, это рекорд среди всех игроков и в общем против Артизи банить героев как ты понимаешь бесполезно. Ну и в целом команда Shopify имеет самый большой пул героев на этом турнире. Очень интересный сейчас вард стоит у талона в центре, непонятно какую информацию получил Крит зайдя под тавр и получив решек от него соответственно непонятно будет куда они сейчас поставят центрю, пока еще вообще никуда ее не поставили, но такой вард не найти как стоит у талонов. И вот он Кью на Тускари. Это конечно не Тинни, но знаешь на Тинни не только Кью круто очень выступает, на Тинни еще и вчера Крит выдавал очень крутые прокасты и в частности за счет него вчера вот третью игру смогли Shopify выиграть у ЕГЭ. Очень круто Крит играл вот конкретно в той игре. Ну и если говорить про сигнатурки дальше, Микота на паке, да в общем ожидаемый пик и в целом ничего удивительного от один из самых успешных героев команды Талон. В принципе минрейт под 90%, чего не скажешь про Таска. Вот как раз Таска ребята забирают когда нет Тинни, но с Таском не сказать что талоны показывают себя наилучшем формате. Ну тут атака на Флая, Флай, а куда деваться? Икаруса нет, Персблат, Джабс уходит живым, разменяться не получится. Маловато Феррифайров купил у нас здесь Флай, можно было как-то попробовать там еще сыграть из Тинни, под Тавр забежать, но не хватает ему расходников, погибает на ФБ. Не варлок, не часто мы этого героя вообще видим в доте. Мягко сказать, единственный варлок был на турнире от команды LGD, была эта победа, но в целом да, как-то этот герой вообще не выходит в драфт и по понятным причинам. У нас мало героев, остается которых не использовали, около 9 есть, и вполне варлок там мог остаться, если бы LGD его не забрали. Его талон, да, вот этот герой. Слушай, а в чем сила? Я понимаю, когда ты видишь Энигму, ты такой, окей, Сайленсера нет, или ты не хочешь его убрать, ты берешь варлок, а здесь-то зачем Оля использует этого героя? В чем идея? Ты бы, конечно, мог что-нибудь попроще у меня спросить, я, если честно, пока применение варлока здесь не вижу, но в целом это герой, который просто лечит своего керри-героя на линии. И обычно этим керри-героем выступает какая-нибудь спектра, которой просто нужно постоять, потерпеть, получить экспу и какое-то золото с линии, и после этого пойти в лес отправиться. Здесь Талина, здесь ты должен доминировать вместе со своим саппортом, и я здесь, если честно, не вижу повода для доминации. Ну да, то есть понять имплан, как ты говоришь, что это такая няньки своеобразная, такая замена андайинга получается, которую просто бы лучше Дуар кидать. Так андайинг-то в своем амплуае очень крутое, он идет и выгоняет соперника, он не просто лечит своего керри, а варлок, ну, посмотрим, как это вообще будет выглядеть, я, возможно, просто предвзят сейчас к этому герою. А на самом деле это не раскрыто импопатчо. Да, как и с Линой в какой-то момент произошло. Сегодня читал интересную статью, как эта Лина еще 4 года назад была найдена одним математиком, который как раз-таки и увидел эту способность, еще когда была Лина с старой пассивкой, которую можно было просто спамить без скрипов. Напомним, что всю нашу одежду предоставили пацаны из Нувстор. Такую же одежду вы можете найти у них на сайте, в офлайн-магазине в Москве, да еще и с промокодом. Залутать ее, все подробности на баннере под стримом. Так вот, 4 года назад нашли эту Лину и как-то, знаешь, все посмеялись, посмотрели, забыли. И вот в какой-то момент Витюм вернул эту Лину. В общем-то, 2 дня остается жизни этой Лины. Я понимаю точно, что в следующем патчем эта Лина явно будет видоизменена и, скорее всего, с позиции керри пропадет. Когда такая имба в патче, обычно айспрок убивает того героя, он не балансит его, он делает его просто неюзабельным. Давненько уже не было крупных патчей, и поэтому я забыл, как такое происходит. Поэтому не будем... Не разделю твое мнение по поводу того, что Лину там целиком полностью убьют. Может быть, что-то от нее останется в играбельном виде. Ну и что, кстати, у нас в центре вообще происходит? 23 крипа есть у Микота. Не так далеко оторвался Абит. 20 крипов у него. Но по рум-контролю приходит неожиданно крит, остается у Микота. Надо, чтобы сяпик какой-то умер. В идеале для команды Талон. Пока... Ну, хотя у Пака два манга. Ладно, еще много будет спама арбы. Микота должен здесь крипов добивать. А в целом-то, я смотрю, какие-то проблемы у Шапифаев. ЦК, ну, так не очень-то и круто фармит. Стэмпфайр на сложный, но тоже нет доминации, нет фарма. То есть Варлок какую-то свою работу все же выполняет. Раз Лина стоит на фрифарме, а Стэмпфайр не добивает крипов. Да, слышно, я вчера скрин мне рассказывал, что ЦК как раз-таки закрывает фуриона на линии. Но, кажется, ушло это. Поколение ЦК, которые закрывали фурионов, сейчас фурион выглядит серьезнее, чем ЦК. Видим мы даже по крипстату, что у него все чуть получше. Куча днаев есть у Джабса. И, что немаловажно, на него идет еще и огромная пачка крипов. И всех этих крипов он должен добивать. Да, пока ждем. Может быть, на уровне 4-5 выйдет этот ЦК в атаку под спиритов. И вот пытаются прессинговать, то самый прессинг заканчивается возможным телепортом от Джабса. Уже и контратака, пеньки идут в бой. Выходит киудар, нет, не дотянется. Артизи жив, забирает пенька злой и уходит. Но тяжело, у тебя один стан, ты его отдаешь, не хватает бюрста, Джабс может просто улететь. И ты теряешь время. Он через там 3-4 секунды возвращается на фул хп. Но Джабс нечто подобное прямо сейчас делает, восстановит ресурсы. И снова фул лоу вернется на линию под новую пачку крипов. Шестая минута. Пока, несмотря на такой счет 1-0, я бы сказал, игра относительно активная. На боковых линиях, особенно на топе, у нас постоянные размены. Крит уже выдвинулся в центр. Посмотри, выбегает он сейчас на Микота. Просто так, с бревном, решил ему помешать качать кентавров нейтральных. Но уже не будет для Микота сюрпризом то, что Крит находится снизу на нижней руне. Заколил он, скорее всего, уже себе на центр Кью. Перетянулся на верхнюю руну. И кому же повезет? Где же спамится первая активная руна в этой игре? Ну, Абидея 6-й, да? Есть преимущество. Может ремнант оставить, как минимум пойти на другую руну. И тем самым контролировать руну можно с удовольствием. Но нет, тут Кью оказался просто райт-кликом. Забирает. Какую-то Микота очень жадную арбу пустил, не заметил? Вот пачку крипов, а не на руну. Обычно ты пускаешь ее по направлению к руне, чтобы успеть оказаться во время спавна. Ну ладно, не такая важная руна получилась. Даска не повезло и тем, и другим. Лишь иллюзии. Нападение на Лину. Ну, наконец-то, это дабла работает. Сколько мы ждали этого момента. Линас там под себя, Крит гонит дальше. А где Варлок? Где Хилл? Ну, как-то вот он подходит, подходит. И 23-й, похоже, выживает. Да, Крит вынужден отступить. Лина, даже не факт, что на базу пойдет. Как раз-таки за Шедоу Ворда второго можно остаться. И танго из-за паси. Может быть, Олей получится запрессовать. Смотри, есть печенька. Варлока был попроще убить. Шедоу Ворд на себя. Дробовик, удар от Саберлайта. Получилось. Я ждал этого там со второго левела, что парни будут играть в подобном темпе. Но вот, началось веселье. Напомним про акцию Кибербума от нашей корешей с Бэтбум. Вы можете участвовать в розыгрыше топовых девайсов. Ну и, конечно, забрать гарантированно фри-беты. Все подробности на баннере по трансляции. Заглядывайте за инфой, забирайте халяву. И участвуйте в розыгрыше. Слушай, а ты на кого прогноз поставил? Напомню. Я поставил прогноз на талон. Хорошо. Зафиксировал. Атакуют Лину. Контратака. Хватит ли урона. Проказ неплох. Но этого мало. И посмотри, как талон сюда смещается. Сколько здесь игроков? Четыре. Четыре пришли. Но если Саберлайта убьют, сойдет. Саберлайт, похоже, несмотря на огромное количество стиков, и рейндроп не переживет эту атаку. Мне нравится. Это стильно, конечно. Вот так вот прийти. Не знаю, насколько сейчас ребята смогут вернуться на позиции быстро профармить. Но мне нравится. Так, когда на Варлока нападали, все вообще полностью проигнорировали. Это умирает Варлок. Кому какая разница? Когда нападает на 23 севеджа, просто из ниоткуда появляются три его тиммейта. Сразу же помогают ему моментально. И получают тут два килла. Испортили немножко игру Саберлайту. У него было все очень хорошо. И вторая активная руна. Крит. Руна сверху. Появляется невидимость. Контролируется командой Shopify. Абит идет дальше. Но можно попытаться убить быстро. Абит идет дальше. Врывает на Нечиспрофит. Саберлайт стреляет. Полетела плохая печенька. Прямо фисты. Соответственно, не прошла она. Ремнад еще один. Все игроки Талон живы. Что вообще происходит? Сноубол следом за Фениксом. Стан. А 23-го попадает по Саберлайту. Он оффу ловый. Кью выживает. Дробовик выстрел. Саберлайт. Саберлайт. Ультимейт получил. Тут же нажимает его. Пытается добить 23-го. Не, так не выйдет. 23-й очень быстро уходит из эпицентра драки. И только одного таска убивают. Это, знаешь, это все кажется благодаря перетяжке 23 с Эваджи на Руну. Очень ранняя перетяжка от него получилась. И из-за этого завязался прям полноценный тимфайт. Захотели, чтобы Пифай убить эту Лину. Ничего не получилось. Потому что новый Мапача. Варлок. Он просто кидает хилку на Лину. И она неубиваемая. Идеальная схема, да. Вот так, вот так работает Оля на этом героем. Оля вообще играет на каком-то, знаешь, на своем пуле героев. Он постоянно играет на Элдер Титане. Которого никто не ценит, кроме него. И вот сейчас еще видим Барлока. Цанрей. А неплохо. Но Шадоу Ворд все будет перебивать. Флай сжечь продолжает. Не хватает шестого. Как-то продолжить. Ох, там Тос полетело. Дерево. И остаются в трипле. Игроки Талон. То есть Нечис Профит уже чувствует себя, по всей видимости, неплохо. Она сложная. Хотя, нет, не сказать, что он чувствует себя там комфортно. Тяжелая линия. Один на один против ЦК. Который с ультимейтом ты уже боишься подставиться. Маловато у крита получается в этой игре. Полезных мувов. Убили Варлока разочек. Перетягивался он вниз, забирал руны. Но пока что, знаешь, в киллах в результате особо не успешно. Нравится мне, как Риди действует в целом по карте. Очень агрессивен. Игра она мейт постоянная. Но при этом не забывают про бот. Он как раз-таки под Снэпфайр уже была игра. Рун контроль Микота забирает регенерацию. Но тоже не сказать, что сверхполезная руна для вот этого драки Аббет. Оставляет Ремнант. Боятся ребята Дримкоил какой-то увидеть. Снэпфайр еще без ультимейта была. Поэтому вот здесь в драку она приходить просто не могла. Да и смысла в этом было мало. Но и Артизи пока играет на 0-0-0. Артизи тоже, кажется, да, перетянулся сейчас на верхнюю руну. Я посмотрел на что, почему Лина перетягивается на прошлой минуте. Давай я на это исхожу тоже. Ну, пока что безрезультатно. Вернулся он на исходную. Продолжает фармить топ. И, кстати, пока вот тихонечко Артизи никто не мешает. У него уже топ-1 Нетворс. Он до этого отставал у нас даже от Фориона. И как-то у Джабса, несмотря на то, что был такой крутой старт, вот уже пятый Нетворс, всего лишь 4 тысячи у него. Ну, вообще, да, ты прав. И я раз за разом хотел как раз-таки поднять тему, почему талоны всегда уходят на ботом. Почему не прийти к этому ЦК бешеному. Так, ну что с пруты и телепорт. Да ладно! Да ладно! Хоть один крит и три удара ноль критов. Да, и там критануло бы не на шутку. Еще и Джабс, он просто почувствовал, что Снэпфайр на максимальном рейнже от него находится. И буквально в миллиметре от вот этих снарядов он улетел. Отличное ТП. Ну давайте, парни, ганки-то на ЦК как раз. На Снэпфайр выходим уже третий раз. Вот это трипла вышло. И то Снэпфайр, как видишь, вот раз улетела просто. И гангать было некого. Саберлайт играет на топе. Команда Талон будет драться. Я чувствую здесь в полном составе. Пошли телепорт, и Микот обрывается. Дримкойл нужно законтролить, но только одну снэпку контролить. Снэпка Дримкойл переломает. Это выгодно сделать и быстро бежать дальше. Дробовик, Сноубол. Саберлайта продают, да? Там я смотрю, с другой части карты на центре какая-то драка. Да-да-да-да-да, обрыв на 23-го подходит влазь. Санрейл, Огон Блэйд. Есть еще крит рядом. Двое до конца, пошел Дос! И фистами добивают. Отличный выход. Почувствовали, Шапифай, что хоть и точка опасна, это один башня, но Талону очень много потратили телепортов на топ. И в итоге размен получается крайне выгодный. Факт от Дота 2. Шапифай Ребелин убивает 2-17 вражеских курьеров за карту в среднем. Это лучший результат среди команд, оставшихся на мейджоре. Да, вообще это в целом хороший результат. Я по команду смотрел, там в среднем полтора получается. Интересно было бы, если бы у Шапифай в пули были кинем-постей на Рикимару, Баунти Хантеры, но при этом такого героя, который специализируется на убийство курьеров, у них нет. Но вот как-то они это делают. Микота пока в игру не вступил, у него все еще нет Twitch Blade, а как раз ему от этого всем немного голды до этого рецепта. Ну что, Флай, подставился или уйдет? Э-э, Микота не отпускает. Вот как раз-таки на Twitch Blade паку зашел сюда. Флай, стараюсь пару крепочков добить. Ну вот так, счет 6-3. Но Шапифай и Ребелин ведут уже 2000 по золоту. Это не только ЦК, это, конечно, и саппорты. Стоит посмотреть, что Варлок это круто. Но Варлок сейчас на линии не фармит, на карте не фармит ничего вообще. И с другой стороны у тебя Феникс большой, Тинник, который купит Блингдайгер относительно скоро. А не опасно ли идут? Вот так вот вдвоем, просто в смаке Шапифай. 23 Сэвэдж ревилит. Отличная печенька от Цитовача. Это классная печенька! Но смотри, как быстро сбивается ультимейт снэпки. Оли все очень круто расконтролила. Хилку, линия, големов Саберлайта. И на этом атака захлебывается. Да, круто, круто. Оли сейчас просто в соло. 23-й бумер вы от снэпки. А в итоге получилось. Нельзя назвать, что это ошибка от Шапифаев. Был понятный план. Но просто Талоны смогли это проконтролить, как минимум, на Вижене, на своей горе. Смогли видеть этот смок чуть раньше. 8-3. Преимущество с 2000 сокращается до меньше 1000. Ну и до сих пор Артизи за 13 минут, уже 14 минут игры, до сих пор не поучаствовал ни в одной драке. Его время еще придет. Вот, возможно, он просто решил по-серьезски. Знаешь, так, армалет, БКБ, и после этого прихожу. Ну вот, смотри, выходит вроде. Выходит, выходит. Таск, есть ноу-болл. Ну тут уже просто побольше времени кью выигрывает. Отличные шарды ставят, но проходят ребята через них. Рифты. Первый ассист для кэрика. Ну да, хотел Артизи забрать килл, но тут прилетает флэй, говорит, мне на ворды нужнее. Получает этот килл. И выход от 1, вышку. Не то чтобы ранее. 15 минут уже приближается. И, судя по всему, здесь не будет никого дефа. Нет голема у Варлока. Без этого спала драться трудно. Круто. Шапифлай на темп отвечает темпом. Все же спорить, что у Талона не темповый пик. Да, абсолютно темповый. Не считая Лина. И то 23-й постоянно подключается к атакам нападения на Эмбера. Как же обеда забайкил просто 23 селедж этой лагуны. Знаешь, он просто так дал в него лагуну. И обед такой, ты что, мне лагуну дал? И пошел за это доказывает. И посмотри. Артизин, он будет драться. Хотите драку? Будет драка. Яйцо ставится. Пытается Микот разрушить. Помогает Джабс очень быстро. И уничтожает Феникса. И Артизин остается за один в этой драке. Собирлайт уже никак не поможет. Пруты проходят через топорик. Погоня продолжится. Крит спине. Крит на Вижене своем. Крит может со снайпить Лину здесь. У Лины очень мало хп. Ну вообще да. Но тут Оли, не. Тут этот гений бегает, понимаешь? На деде. Никак. Лучше уже Криту отсюда уходить, пока дают. Да, и телепорт сбить Варлок и Эмпи не смогут. Но вот и драка для талон, где ЦК оказывается в таверне. И просто Артизин вот такой очень странный телепорт. Да, ты под своим Виженом. Все равно на чужой двойке Вижен может оказаться и повыше, или иее. Да, и вот уже, посмотри, Артизин находится на второй строке по Нетворсу. Лина обгоняет его на 600 голды. И увидели мы, как просто вот в мэнфайте Лина дралась в мели с ЦК. И ЦК проиграл эту ПВП. Вообще без шансов. Насколько же Лина крутая. Ну, там у Нэйчт Профит тоже билл. Там тактим все же было еще, наверное, да. Да, да, да. Это было нечестное ПВП. Абсолютно. И знаешь, вот такое вот яйцо ставить. Просто типа, давайте, парни, бейте. И тут полкоманды бьет Лина, Нэйчт Профит. Этого уже достаточно. Мы видели их там. Как только подключился НП, все. Яйцо там за полсекунды упало сразу же. Да, и кроме Аваланча здесь как будто бы дать вообще нечего для того, чтобы это яйцо засейвить. Здесь Феникс свой ультимейт реализовать вряд ли сможет вообще в этой игре. Слишком крутые герои у Талон. Слишком мало им надо времени, чтобы это яйцо сломать. Ну что, Блэкинг Бара будет потихонечку уфармливаться команда Талон на линии Нэйчт Профити, само собой. Нэйчт Профит на этой карте оказался без Аганима, которую мы привыкли видеть на позицию 3. Решили, что фиксации будет и так достаточно. И Нэйчт Профит играет такого классического Фуриона с легкой линии. С Молниями, там, Глэйпниром. Последнюю игру Сиберлайта, что я смотрел на Снэпфайр, у него там было кэта 14-1-14. Он просто разнес сапплей на ту карту. А здесь посмотри, Сиберлайт. Без киллов, без фарма, без грифсоп на 16-й минуте. Это бабка такая очень грустная получается пока что. Коэффициенты обновились от Бутбум. Неутешительные для фанатов Шапифай. 3.6 на них уже и 1.28 на команду Талон. Не забывайте про фрибет в 1000 от Бутбум при регистрации в приложении по промокоду Лима. При этом вы все это можете получить даже без депозита. Ну и, конечно, в офлайн-клубах. Можете приходить регистрироваться и там по промокоду из чата. Следите за чатом, там будет промокод в офлайн-клубах. Можете также получить свой фрибет от Бутбум. 17-ая минута, у Лины уже готова БКБ. Интересно, что вообще по таймингам у пака. Будет ли у него под БКБ блинк? Да, блинк тоже появляется. А у Фуриона тогда? Если еще и у Фуриона какой-нибудь БКБ появляется, ну нет. Тут пока просто Майл и Огр Клаб. Да, вот после этой драки на двойке команда Талон Шапифай зажимаются. Пока придется холдить. Я боюсь, придется холдить очень долго. Там редкие выходы с Тинни, которые купил себе блинк. А в целом-то... Ну вот мы возвращаемся к стати драфта. Да, окей, Варлок появился, он свою работу выполнил. Все. Вроде кажется, не так уж и плохо. Оле? 3-1-6 бегает Варлок. Не так уж и плохо, и правда. Почему Лина оказывается на 18-й вообще доступна? Почему ее команды могут забирать? Я каждый раз в шоке от этого. Абсолютно ноль объяснений у меня этому явлению. Есть? Если вот я здесь... Компетентность аналитика должен быть, я здесь абсолютно некомпетентен. Опа. Неожиданно ПКБ 23 нажимает. Артизи говорит, так, не понял. Нажимает фантазм. Залетает, тут же голем контролирует Сайберлайт, который вышел там нажать Мекку. Сайберлайт под контролем пытается уйти. Печенька, выстрел в Мекота. Полетел Абит, чтобы просто уйти из-за атаки. Крид, отличная валача. То залетел в Абит. Уйдет ли или нет? Уходит Абит. Погоня продолжится. Кью. Нужно с шардами новыми подцепит Абита, поищет в лесу. Да и не надо. Не надо этот Эмбер. Минус 4 от команды Далон. Крид хоть какой-то дал размен в драке, которая оказалась вообще безысходной для Shopify Rebellion. Подставился Артизи как-то дешево. Вот он что, не прокрикал БКБ на линии? Нельзя драться. Вот когда у Лины вражеской есть БКБ, у тебя на ЦК БКБ еще нет. На что расчет? Непонятно. Она же тебя просто съест. Это Лина. Это по урону. Сейчас Shopify, я так смотрю, просто не вывозит драку 5 на 5. У них нет столько урона. Ну, все. Снэпфайр у тебя, видишь, бедна. Тут даже посмотрю, у Хуриона уже появляется БКБ. Как же все грустно. Такой пик силы, своеобразный талон, но это не единственный пик. Понятно, там будет момент появления новых слотов у той же Лины Хуриона. Там какая-то Кираса. Но сейчас талон очень сильный. Как бы я тут не говорил, что Shopify должны развалить 2-0, но что-то пока не выглядит. А у Соберлайта деньги вообще не появляются. То есть, его прокликивали нам 3 минуты назад. Ему было 800 галды до грибцов. Он Аганимшард купил. Он купил Аганимшард, поэтому все-таки Талис деньги инвестировал. На Джапса нападение. А может быть неплохо. Стреляет Снэпка. Очень вовремя. Молодцы, ну молодцы. Что-то делают и то с таким трудом, честно говоря. С Блэкинг Баром бы, вы понимаете, да. Нажал бы БКБ, еще развалил бы этого Тинни. То есть, это все пока моментом могут Shopify так играть. С каждой минутой все тяжелее и тяжелее. С приближением БКБ. С приближением Орлока Форстафа. Видите, первый слот какой крутой появляется. Ну, пора бы Shopify начать спидпушить. Да, сделали сейчас шикарный килл на Форионе. До его БКБ. Но это, я думаю, последний килл на Кори, который они сейчас могут сделать. Появляется там в скором очень времени БКБ уже у него. Но пока, понимать, не так-то просто. Пак сейчас сам будет ловить Саберлайта. Несмотря на то, что здесь есть ЦК. Опа. Да ладно. Как же много урона выдает Микот. Вы посмотрите. Подходит Оле. Киселя закинул. ЦК пытается драться. Где же урон? Где урон? Его просто нет. Они даже Таска убить уже не могут. Саберлайта телепорти. Лагу на плейд. Никуда он не уйдет. Феникс пытается избежать смерти. Не может поставить яйцо. Уже может. Но не хочет. Аппет. Сноупол. Эммер спирит. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж творят талоны? Что случилось с этой командой, которую я видел на групповой стадии? Кто играет за них на этих местах? Это какие-то роботы. Как же спрогрессировали ребята за вот эту одну неделю? А может быть это просто группы были дисбалансные? Может быть просто на фоне своей группы команды выглядели по-разному? Непонятно. Сложно сказать. Но талон сейчас действительно выглядит очень круто. Что я не могу сказать про Shopify? Сегодня они как-то не уверены. Вот серьезно. Мне кажется, сложно сказать, что Shopify в этой карте играет вот хорошо. Да уж, ваш аналитик, пожалуй, тут тяжело с вами поспорить. 9 тысяч перевес на 22-й минуте. И есть ощущение, что талоны могут выходить постоянно так. Да, им ничего ждать не нужно. У них, по сути, самый главный коллдаун это БКБ. Это не та игра, где ты играешь от голема. Это голем. Ну, есть голем, хорошо. Нет голема? Ну, окей. Тоже нормально. Можно идти давить. То есть варлок такая дополнительная функция. Тут сейчас рекора разваливают. Ну и таск, который может забивать телепорты. Что самое приятное. И урона я не вижу у Shopify. Я не вижу урона до сих пор. Чем они убивать могут? ЦК не набирает предметов. Что ЦК может купить такое, чтобы у него урона стало много? Ничего. Ну, с безлимитным количеством денег, наверное, он что-нибудь придумал бы. Но здесь пока что он отстает от всех трех коров вражеской команды. И пока что, знаешь, я не вижу, чтобы талоны слишком сильно зажимали своих соперников. Shopify выходят, фармят кемпы. Но, возможно, их сейчас накажут и выйдут на Рошана талоны. После какого-то пикоффа. Ох. Ну, хорошо. Тини сломать в драке первым тоже неплохо. Печенька. Тини живучий. Санрей. Да ладно. Киу врывается. Глубоко очень варвались. И надо за это, конечно, наказывать. Но стоп. Бо, ты посмотри, какая мгновенная реакция. Просто уходит на крипов. Глэйпниер на Эмбера. Стана 23-го лагуна Блэйд. Голим. Какой контроль. Какие таймнинги. Просто ни единого шанса для мидера Шапифа и Ребелиан. И можно уже отправляться с Големом и всей этой дружной кампанией в Рашпит. Конечно. Интересно, что у Голи до сих пор нет шарда. Сейчас бы мог отхилить всю свою команду у Ешным Ластвордом. Он же действительно у Ешного Ластворд. Я просто так редко вижу этого героя. Да. Все так и есть. Покупает он вот этот шард. На безумие. И СЦК. Да, конечно, сейчас, наверное, Артизи разберет саблю. В этот момент умирает Клайд. Но просто за долю секунды он отправляется в таверну. Можно об этом было даже не говорить. Как само собой разумеется в этой карте происходит. Прямо на Микоту летят. Прямо активно хотят его попробовать. Блин, ну как его убить? Полторы кхп. Только если снафайр будут с очередным ультимейтом. 2900 у Нэйча с профит уже при этом, да? Ну и как же поздно появится БКБ у Артизи? Тайминг крайне плохой. У тебя появляется БКБ. Ты сейчас разберешь саблю. Купишь рецепт. А у врага Аегис еще 4 минуты. Что с этим БКБ делать непонятно. Да, и тебя уже райдкликают. Ты нажимаешь БКБ, а тебя Лина будет просто райдкликать. Значит, профит тебе райдкликает. Два Глэйпнира на команду Талон. Что тоже такая история достаточно редкая. Но тут будет Глэйпнир и от НП, и от Лины. 22-7. Да, американская команда летит. 10% шанс на победу. И вот как ты знаешь, до матча мы смотрели на арену. Во-первых, арена безумная. Я уж боялся, что после вылета команды Вилджинисос никого не останется. Но арена очень много людей. Я думаю, что за Шипи-5-то больше притапливают. В конце концов, это команда с относительно близкого региона. Ты так на меня смотришь, как будто не согласен. Да не совсем. Я пытался понять причину. Я думал, ты скажешь, потому что они все-таки выиграли у ЕГЭ. И теперь как бы... Не, ну так не работает. Это было бы нелогично как раз так. Опа. Ну что ж такое-то, а? Как их получается? Почему Артизи каждый раз вот так вот поставляется? Еще один Глэйпнир. 100 на 23-го. Это же уже не первый раз. Кстати, Артизи играет на стату 0-4. Слишком широкий ЦК. И вот лошадь выглянула из-за дерева. Чапс увидел. Вообще да. Вообще да. Но это... И поймал его. Это такая ошибка, недостойная такого уже ветерана. Фроссен на позиции кэри. Вот так вот подставляться раз-разом. Просто нажимать телепорт, тебя ловит, сбивает его. 23-7 Микота. Микота. Убелось ли БКБ у обеда? БКБ у обеда? Должно было уже, наверное, появиться. Это БКБ. Да. И как раз он нажал его совсем недавно. Похоже, не попало в наше поле зрения, я бы заметил. Хотя не факт. Нападал пак, видишь, с дремкоилом как раз. Так вот, давай продолжим про поддержку на трибунах. Ты со мной не согласен. Да почему нет? Я не буду с тобой спорить. А, хорошо. Хорошо, но я же не скрин, ты можешь попробовать. Это и правда, он научил меня спорить. Смоук от команды Талон. Ребята знают, что нет Блокимбар у Эмбера. Аэгис две минуты. Да и без него можно было идти. Голем имеется. Кью в спине. Вырвут на Абеда. Как же легко его могут убить. Нужно продолжить. Сноубол. Голем. Немножко не идеально законтролили в этот раз. Голем со сноуболом залетел одномоментно. И тем самым спасается. Эмберспирит в этот раз чуть-чуть не доиграли. Талон. Ну да, была возможность еще продлить двумя Глепнерами. И у Лины, и у Преона они есть. Да два забрали. Никого не потеряли. Все в порядке. Немноженьких проблем для азиатского коллектива. Напомним про акцию Кибербум. Вы можете получить гарантированные фрибеты от Бэтбум. Ну и конечно участвовать в розыгрыше топовых девайсов. Все подробности на баннере под стримом. Заглядывайте за инфой туда. Хекс у Джапса. Дальше никаких Керас. Вот этих приколов. Просто купить Хекс. И ловить Эмбера. Кстати, наверное Кераса плавал лучше. Потому что все же функцию героя, который ловит, здесь выполняет пак. И в целом у тебя уже и так есть Глепнер. Этот Глепнер есть еще и у Лины. Кетча как будто бы хватает талоном. И Тускар делает свою работу тоже вполне. И кстати сейчас он делает работу по поводу Рилла Смако. Ну это просто ненормально. Ну да, вот так вот встать. Он просто ждал. Ждал. Ему там секунд 15 пришлось ожидать. Сноубол. Панч. Команда должна быть рядом. Фантазм. Кисель от Варлока. Ты посмотри как он льет. Просто МСа не будет. Пытаются ребята драться. Стана 3 секунды. Убить 23-го. Убить, убить, убить. Но это лишь Аегис. Да это лишь Аегис. Появляется Алина. Потеряли Варлок. И похоже это все. Больше никого терять не должны. Абид ваид против Кью. Телепорт от Абида после панча. Минус 4 от команды Талон. Размен на Варлока и Аегис. Байбэк был от Тини так же. Интересно вообще. За какой целью сейчас шли? Шипифарь и Билли. До первого тайминга Рошана 3 минуты с половиной. Но они знали что БКБ нет. Просто драка ради драки. Они знали что голема нет. Только от этого наверное. Лина была без БКБ в тот момент. Но с Аегисом. Идея была как-то наверное Лину убить. Вот прям за секунду 2-3. Но нет такого урона. Наверное идея была за секунды 2-3. Дал потеря Аегиса на нее напасть. И вот тогда пробовать ее убить. Но уже тяжело. Прямо можно заявить, что для Шипифарь и Биллиан эта игра крайне тяжелая. Такие решения возможно стоит принимать. Не самые очевидные для соперника. Но для Кью это решение было супер. Как книга прочитана. Он все знал. Знал когда, сколько героев и где они пойдут. С одной стороны круто что играет Акталон. А с другой стороны не круто что у нас битва за топ-3. И таких матчей не хочется видеть. У таких вот игр. Прям совсем знаешь. Бывает 2-0. Но это были две такие мощные карты. А тут пока смотрим первую карту. И ответа от Шипифаев нет. Играет по сути одна команда. Шипифаев последние 15 минут просто пытается обороняться. И талон. Могут дождаться следующего Рошана. Две минуты. Может быть профний таймер. Нечис Профит кстати говоря передумал по поводу Хекса. Покупает Кирасу. Лина будет покупать Хекс. Ну в общем. Мы с тобой уже обсудили это. Я загрустил аж. Потому что я вспомнил еще и Ликвидов сегодняшних. Которые тоже нам должны были дарить очень красивую доту. Но увы. Просто увы. По состоянию здоровья. Вот так получается. Потому что они тоже сегодня натотели очень быстро. В двух играх. Смоук от талон. Решили все-таки подраться. Даже до появления Рошана. И контролируют они двойку последние минут 10. Поэтому остается Большелес. Который как раз таки не под контролем. Команды талон. Остается Феникс в опасной позиции. Хекс у Лины уже готов. Не хватает еще Блиндаггера наверное. Феникс должен подставляться в 10 левел у Флая. Все еще суперного первого уровня. Ноль импакта здесь можно от Феникса увидеть. Слушай, я только вспомнил. У нас же... Флай же играл в команде Талон-то. На тренере? Или... Нет, нет. А, стоп. У них был и тренер Флай. И игрок Флай. Короче, он играл в команде Талон. Они очень плохо провели игры во втором дивизионе. И то ли его кикнули, то ли он ушел как раз. Тот был момент. Да, и после этого он, мне кажется, как раз таки вернулся в этот состав. Да, да, да. Это был опыт. Попытка найти новый путь в регионе Юго-Осточной Азии. Как раз Талон только заходили в эту дисциплину. Там прямо у Флая... Казалось, что все. Это может быть и конец карьеры. Но видите, Флай вернулся. Правда, вот против своей бывшей команды. Как-то пока не особо получается показать себя. 24 тысячи перефарм на 30-е. Но это очень много. Мы, ну может быть, парочку таких карт видели на плей-оффе. Но прям... Грустно смотреть. Как пытается артизи фармить. Никого не убивает на этой карте. Да еще была бы надежда на лейд какой-нибудь у Shopify. Я вижу этого ЦК. Вижу Феникса 10 уровня. И понимаю, что здесь, чтобы выйти в лейд. Ну, я не знаю. Патч, наверное, должен выйти в игре. Посреди этой игры, которая поменяет какие-то расклады. Среди героев. Это Соберлайт. Если что, это третья позиция. Команда Shopify Rebellion. Соберлайт. Привязан. Привязан, неожиданно 20-й против 14-го уровня у Соберлайта. Слушай, ну эту игру невозможно проиграть. Скажу ту самую легендарную. Эту игру невозможно проиграть. Я так смотрю на все это. Ты правильно говоришь, что нет механики камбэка. Нет какого-то супер-лейт варианта. От чего можно играть? При условии, что ты еще играешь против таких бешеных. Кстати, ладно. Есть. Я придумал. Есть Snapfire, которая с талантами на 20-м, 25-м уровне всех убьет. Ага, ну 20-й надо только взять, да. Ну, хоть какие-то надежды мы начинаем придумывать. Потому что на ЦК надежды мало. А Snapfire может в лейте раздать урона. Рошан появляется. Команда Талон уже его контролирует. Там кто-то бегает за критом. Но в целом это не нужно делать. Второй Рошан. Руна ДД у Линова этот момент. Шива дальше появляется. И все-таки находит крита. Он умирает после байбэка со штрафом. Не будет того больше минуты. 20-й уровень у Пака. Да, вот чему с этой уровнем в целом. Лина уже не только Хекс, но уже и Виши плитка. И уже почти готова. Какая-то сборка вообще интересная у него. Как будто бы неужели он начинает ровлить со сборками? Потому что Шива и Хекс это не самые очевидные артефакты для Лины. Обычно мы видим какие-то критые сатаники. Не, 30 тысяч ведешь. В принципе можно что угодно покупать. Я думаю, если 23-й купит Дагон, то игру будет все равно проиграть крайне тяжело. Прыжок на ЦК уже под Т4. И падает только первая линия на 33-й минуте. Ребята доходят до хайграунда за то, как быстро идет пуш. И как это дефать, непонятно. Пак там продолжает ровлить под Т4. Алиабарда покупает Соберлайт на последние. Байбеку у него не будет. И непонятно, в кого давать эту Алиабарду. Здесь есть Элина и Фурион. Которые, ну Элина конечно чуть больше дэмэджа выдает. Но Фурион где-то тоже на равных. Очень близко находится по ДПСу. Что? Замолчал ты, Шачло, да? Грустно. Смотрю, а кого-то Кторит появился. Приятно играть на таком герое. Особенно в таких играх, когда вот крепчайшая доминация. И есть подозрение, то что Shopify не пишут ГГ, не играет им на пользу. Потому что талоны, вот в такой игре когда играют, они просто радуются Доте. Понимаешь, насколько приятно на сцене сидеть, играть, выигрывать игру. Продолжать покупать шмоточки какие-то крутые. Сборки придумывать на своей линии. И ты Shopify Rebellion сидишь на базе. Ну да, я на веб-камеру тоже, ребят, смотрю, Shopify Rebellion. Эмоций практически никаких. Скорее, да, такая грусть появляется. Нападение на Эмбера. Есть печенька. Риф от Q. Через рифт его притянули. Убивает Аск. Он тут же выкупается. 23-й пытается разрушить яйцо. Минус Феникс. Он выкупается так же. Голем полетел прямо на Артизи. Ему на голову. Закрывает бруты Артизи. Артизи пытается драться. Ловит стан. Получает печеньку. Артизи встань и всю драку. Всю драку. И как теперь играть? Даже в случае байбэка нету тиммейта. У тебя ничего нет. Умирают герой с байбэка. Пытается уйти флай. Хорошая игра. GG. Победа. Команда Талон. 34 минуты. И 37 тысяч перифарма. Слушай, Артизи-то сделал фраг? Хотя бы один. Не уверен. Один фраг, на котором выходил снизу на руне. Он бил Тусика. И за фрагом.